7 октября состоялся официальный старт продаж автомобилей Аурус для частных клиентов. А торжественное начало серийного производства премиум седаном состоялось еще 31 мая в Елабуге. И вот теперь официально открыт шоурум Авелон в Москве, в котором вы сможете купить себе автомобиль. Автосалон Аурус имеет площадь в 180 квадратных метров. Рядом с ним расположены автосалоны Mercedes, Audi, Jaguar, Land Rover и Genesis. Стоимость места для автосалона составила 50 миллионов рублей. Также здесь расположен автосервис в 100 квадратных метров с одним подъемником, который рассчитан на автомобили массой в 7 тонн. На нем можно обслуживать даже флагманский бронированный лимузин, который весит 6,3 тонны. Цена норма часа обслуживания на подъемнике ориентировочно 12 тысяч рублей. Как оказалось, это сопоставимо с ценником на обслуживание автомобилей Роллс-Ройс. Об этом сообщил директор группы Авелон. Цитирую. «Пока мы находимся в процессе согласования стоимости запасных частей. Что касается работ и стандартного технического обслуживания, то они по стоимости будут очень похожи на цены с Роллс-Ройс. При этом надо понимать, что если у Роллс-Ройс обслуживание включено в изначальную цену автомобиля, то у Аурус это будет не так. Приблизительная стоимость одного норма часа составит около 12 тысяч рублей», – пояснил Шамбо. И на данный момент, по заявлению производителей компании Авелон, все автомобили Сенат, которые были выпущены и в планах на этот год, уже раскуплены. Это 350 экземпляров. И даже некоторые экземпляры были уже переданы своим владельцам. На данный момент принимаются заказы на весну 2022 года. Сейчас Аурус Седан предложен только в максимальной комплектации стоимостью в 24 миллиона рублей. Но ранее была заявлена цена в 18 миллионов за базовую комплектацию. При этом до сих пор, как говорят в Вавилоне, никто не заказывал такую комплектацию. Есть возможность заказа и бронированной версии. Но в таком случае срок ожидания поставки автомобиля составит 8 месяцев. На данный момент автомобили, которые выпускаются в Елабуге, имеют различия только в цветах кузова и отделке салона. Опции и разнообразное оснащение не предусмотрено. В планах компании расширить индивидуализацию салона. И скорее всего подобными работами будет уже заниматься компания Nami в Москве. Также для расширения индивидуализации планируется создание отдельного подразделения при заводе в Елабуге. А для водителей бронированных Аурусов будет открыт специальный центр мастерства, на котором они смогут пройти курсы обучения езды на тяжелом автомобиле. Также сообщается, что в 2022 году компания начнет серийное производство внедорожника Комендант, который должен стать самой популярной маркой молодого российского бренда Аурус. Очень хорошо было бы обсудить это в комментариях. Поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И конечно же приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых выпусков! Субтитры подогнал «Симон»!